привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур вы смотрите прохождение дом 3 bfg edition мы находимся где-то уже близко к тому месту на собственно идем последней серии на 10 мы находимся в пещерах на нижнем уровне где-то именно здесь находится портал созданный демонами это хорошо и не хорошо одновременно хорошо потому что хорошо потому что мы близки к завершению а плохо потому что нам придется переживать вот такой как же у меня право вода дом будет бесконечных спаун что давай плане хотя ему так по имиду ничего не будет отлично у меня проблема серьезно так трубал но он свежий живой зажало супер короче говоря в последней серии мы вон оттуда спустились и как видите нам тут сильно рады просто настолько сильные что обосраться так теперь нужно понять как нам отсюда подняться наверх туда потому что внизу мне совсем как-то скучно нехорошо ну хорошо пока что ничего не вижу ну где тут я так понимаю вот скажем вот тут вот честно ничего не вижу потому что уставших так как ты плохо эти твари это просто какая-то головная боль они слабые по сути легко убить но они вот именно беспокоящие беспокоящие враги они самые упоротые потому что они нападают именно топами как правило скрепляют твои движения пока более сильный вылезай к более сильные враги заходят со спиной такой сейчас ну где-то я же знал что ты лезут и лезут и лезут обалдеть ну чё скоро мы покончим конец этому бардаку положим конец они поконят конец сказали так она поэтому есть я честно говоря думал что мы вниз поедем ну ладно сюда не получата кто еще где не знаю но импы это их основная боевая сила поэтому к ним я привык уже к никому другому они просто вдруг через каждые буквально на данном этапе так найти карту допуска через каждую минуту мы по-новому импу поэтому не удивили блин опять на задание блендер фух врагов просто я не знаю я не буду говорить сколько но вы поняли хоть чем куши теперь понимаете о чем я говорю говорю что встречаем их каждую минуту супер просто супер могу сказать что здесь внизу но он уютно это просто офигеть вообще так чем-то делаем пока что не особо понимаю наверное здесь видим где-то будет карта доступа давайте сохранить потому что она ночью михалыч ну по ней мы допустим потом туда окей ну как то вот так конечно поломались маленько но в принципе пойдет под нами по моему кто-то ходит вот 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 за что вообще эта машинерия может служить я так понимаю что для вентиляции для продувки помещений такие поршни типа надо это делать я так понимаю сейчас вот это нажмем у нас появится какой-то выход отсюда типа там стена может разломается и чё ой ты живешь кто я уже здесь делаю на тракте кинси и наносить привлечешь внимание добирайся отсюда и тактика возьми ключ карта он серфис ну взял а на куле никуда не пойду пока не поймешь они все мертвы дел твое взял бы у меня пушку и помогал бы мне пробиваться а так сгинешь что никто и не найдет тебя совсем высоко куда-то и дебу и депут понятно так и теперь с кущим с кучу картой мне нужно опять возвращаться назад вообще на последних уровнях вот этого возвращения или как называют ботаны бэк трекинга ух ты просто дофига стала то есть если раньше все время шло вперед это был такой типичный коридорный шутер а теперь ты идешь лишь офигеть лишь закрытую дверь и потом где-то наверно полчаса ищешь ключ после чего еще полчаса петляешь обратно в поисках этой самой двери закрытый с одной стороны это хорошо другой стороны не очень скотина петли прилег 2 должен быть последнее время не по одному не ходит что-то мало паучков сравнительно что-то не ходит и 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 дурак э и и диза и это Боб Коди Постоянно какие-то проволочки, какие-то проблемы с техникой они не могут завершить свою работу Постоянно видят каких-то привидений, землетрясения, крики очень многие виды работ теперь сделать невозможно Нужно говорить, чтобы люди выяснили, что там вообще происходит потому что мы не можем завершить работу Ну, представьте, на самом деле, работаешь с электричеством тут дикий крик откуда-то совсем там у тебя за спиной Понятно? Тебя топом шарахнет Поэтому они боятся Так, его писали Уважаемый мистер Коди, несколько групп работающих в пещерах сообщили не менее чем о дюжине отказов генератора после последнего вплеска сейсмической активности Пожалуйста, соберите вашу группу и явитесь в управление техподдержкой для получения подробных инструкций Генераторы необходимо привести в рабочее состояние как можно скорее Так, Марк Роберсон, мои соболезнования Привет, Боб Я вижу, все-таки Боб Я вижу, что тебя направили на починку генераторов Удачи тебе Смотри, чтобы твои люди не теряли сосредоточенности Меня с Мау туда направили в прошлом месяце И я знаю, как это бывает трудно Особенно когда все вокруг трясется В любом случае, дай знать, когда вернешься Надо будет зайти в какое-нибудь местечко и пропустить по маленькой До встречи, Марк Хорошо Ну что, давайте смотреть, что у нас дальше По плану тут Еще какой-то подъем наверх А тут что? Ну сюда нам нужно походить Блин, надо было присесть Что это ты смотри? Я как же в гадусе Так, а что тут было? Хорошо А это та самая секретка Та самая, которую мы видели Так, внизу тут где-то ходит Бабайка Я его слышал Это совершенно точно Осталось найти Где он? Ну вот он Блин, ну что ж так кофе Никак не вернешься Приседать от них, конечно, не лучшая идея Ну да ладно Так Так, бочку у нас не будет детонировать От непонятного Заметрусения, конечно Это нехорошо Так Так, ну Аккуратненько Да, блин, откуда ты взялся? Просто ниндзя, ты посмотри Че такое? Так Туда падать не стоит Давай, давай, давай Нормально Нормально Живем Ничего Переживем такое А блин, еще Один минус снулся Второй Да, блин, эти гранаты Долетело, нет? Наконец Я говорю, гранаты какие-то Я не поймешь, куда летят совершенно И то я еще более-менее нормально их запустил Ну, куда-то мы, тем не менее, пришли Погрузочный док О, ненавижу такие места Большие, открытые Значит, тут можно за каждым углом Какая-нибудь хрень спрятаться Или появиться Ой Эм, не очень хорошо Это, по-моему, ненормально Ну, давай, я вижу тебя Мне постоянно кажется, что тут где-то как и демон летает Что он сейчас мне в затылок вцепится Фух Да, он горит, но это вообще А, это вообще не те бочки, по-моему. Ну, я ждал. Я ждал вас, честно скажу. Офигеть. Вот это встреча. Да, болел. У вас просто неверное количество. Зачем? Зачем? Успокойтесь уже. Ты что, лети, смотри. Живой. Не надо. Лучше на горке. 58. Обалдеть. Это что, нормально? Еще нормально. Так. Что мы делаем на этом экране? Я так понимаю. Как-то вот так. Теперь с разгону на груз и снова туда ехать. Что? Как? Я не могу как-то подвинуть его? А, могу. А может быть... Ниже опустить не могу. Ладно. Отсюда я по-любому не допрыгнул. Попробую. Ой. Вот. По идее почти допрыгнул, кстати говоря. И там внизу, кстати говоря, по-моему, что-то лежит. А, я там проходил давным-давно, нет? Нет, по-моему. Ух, так ладно. Давайте решать тогда что-то сниму. Что это нам дает? До упора. Вниз все равно не опускает, так что... Смысл на ней лыжи. Давайте его поближе сюда тогда. Но все-таки, мне кажется, надо допрыгнуть до нее. Как-то вот так вот. Вообще, практически упор поставили. Ну, ладно. Я не это хотел сделать, конечно. Но в целом, поверь. Физика в игре все-таки странная. И я думаю, во многом, то, что она не снискала такого прям уж успеха. Роль большая. Игры Half-Life 2. Которая вышла примерно в то же самое время, что и Doom 3. Несмотря на то, что Half-Life 2 был... В технологическом плане... Куда слабее 3-го Doom'а. Там именно вот физика, новые фишки всякие... Были гораздо более грамотно реализованы. Ну и кроме того, как сама игра, она, конечно, была просто... Да блин. В разы лучше. Да. Да. На мой скромный взгляд. Поэтому на ее фоне Doom 3 просто затерялся. Хотя сам по себе, как вы видите, игрушка крайне-крайне неплохая. А сейчас таких просто не делают. Скелеты. К этому мы тоже уже привыкли. Так что давайте потихоньку двигаться, что ли. Круто. Кто бы там мог быть. 13-й сектор. Отлично. Все нам на руку прям. О, кровище. Теперь там. Давайте просто тупо валить отсюда. После такого, знаете, мне как-то лифт уже даже неохота открывать этот. Но я думаю, придется. Закрыто. Отлично. Бери патроны. Патроны бери. Нам, я чувствую, они пригодятся сейчас. Ну, хорошо. Давайте мы сохранимся и будем открывать на самом деле. Супер. О, сейчас полезет из-за всякой глянеты. Да, блин, кто это вообще? Это прям, я не знаю. Потихать тут это в темноте. Блин, еще по-возьмагам не цеплялся я не разрядами, на что попало. О, ребята. Ты сдох, там нет вообще. Ну да, до свидания. Офигеть. Так, ну что, мне бы, конечно, побольше здоровья сейчас. Давайте пошныряем по углам, может где-нибудь найдется что-то. А, туда не надо, понятно. Ну вот хотя бы бронежилет. Так, мы возьмем Большое финальное глушило. Хороший название, мне нравится. Постреляем из нее, пока они все не ословят. Так, даже одного не убили. Я ее как-то бездарно использую, мне кажется. Так, теперь пулеметчики. Хорошо. 8 процентов. Замечательно. Мне бы хоть одну маленькую аптечку. Это потому что Достаточно печально все. Ох, так, ладно. Ну ничего. Я бы не сказал, конечно, живо. Скорее Мертвы. Просто еще не поняли этого. Но, тем не менее, двигаемся дальше. Ой, твою мать. Вот тебя только не хватало. Понравилось? Приехал, называется. Ну, лады. Большое. И финальное. Отлично. Че-то мы как-то совсем не спускаемся, нет? Я, честно говоря, не хочу сюда выходить уже. После того, что только что пережил. Так, ну там нам определенно рады. Я уже слышу. О, ты посмотри. Да, дайте мне пройти, блин. 33 процента. Круто. Думаю, не приложу, конечно. Нахрена тут столько взрывчатки. Ну да ладно. Так, давайте аккуратнее как-нибудь. Отлично. Просто нафиг выбраться отсюда. Да, блин. Ну, вот, питоча. Так, ну в целом было грамотно. Ну, можно было бы справиться и без этого. Ладно, пойдем. Давай, пойдем. Готов. Скотина. Блин, постоянно давящий шум на уши. Это... Это ненормально. Патрончики. Ладно. Ой, кто там орет так. А, ну вот тут вот мы и были. Когда сверху там смотрели. Да, сдохну, как жены. Хорошо. Так, откуда нам можно ходить, откуда нельзя. Потому что тут я не сомневаюсь, что будет очень горячо. И будет тратить наши жизни. Но вот тут, я думаю, вполне можно. Ну, пойдем по мостику. Че уж. Ну да, там и были. Есть че? Вроде нет. Фу, блин. Вы заметили, в общем, насколько игра изменилась в последние вот эти вот моменты, в последние уровни? Здесь уже просто идет натуральное выживание. И это круто. Пещера зона 2. Это, по-моему, как раз та самая зона, где были найдены все эти раскопы. Ну, по крайней мере, она так выглядела на загрузочном экране. Пулки? Я думаю, да. Ой, твою мать. Ой, твою мать. Да вы издеваетесь, что ли? Большое финальное. Я жду тебя. Лучше себя пораню. Ну и вас тоже. Поржи мне еще. Ничего, справились, да? На самом деле. Очень коряво, конечно, но... Хотя никакой коряво. Очень круто справились. Так, нам нужна карта памяти. Для этого нам придется ходить вот... Без сомнения. Уютнейший коридорчик. Кто бы это... Мог быть. Да, давай, уже, ну. Готов. Блин, еще один, что ли? Да, у вас их просто дофига. Все, нет? Нет, еще есть, ты посмотрю. Фу, неприятный твой. Да, еще, смотри, идет. А теперь вроде все. Так, ладно. Что-то я, честно говоря, не уверен, что мы тут дойдем этот код доступа. Ну, то есть, откуда ему тут, мать его, за ногу взяться? Хотя, это храм какой-то, что ли. Если я смогу сюда запрыгнуть, я смогу взять вот эти штуки. Поэтому надо постараться. Э, ну да. Блин, не будь ты такой реактивной игрой. Вопрос супер. Так. Чудная жертва. Луч доступа. Интересно, что у нас тут? Вообще, нам туда, я так понимаю, нужно, да? Давайте мы, что ли, сходим сюда, посмотрим. Зачем? Зачем ты пришел? Да, блин. Слишком до хрена. Так, ну если нам сюда и нужно, потому что было в сохранении. Может, там какой-нибудь секретик просто? Давайте сгоняем. Да, ты просто уже задрал, ну. Эти импы, они, ну. Бегут уже. Короче, куда мне идти? То ли мне идти сюда. А, ну тут понятно все. Не зря пошел, короче, назад. Молодца, что вернулся. И что-то у нас за дверью, там кто-то стоит по мне. Вроде как нет. Ну, почти угадал. Хватит. Хватит. Фул. Хорошо. Давайте мы дойдем, я думаю, до храма Да еще кто-то лезет, посмотри Теперь пауки У вас по-настоящему что-то до хрена стало, ребята У меня уже охота в этот храм зайти Посмотреть, что там у нас Это вам будет интересно Вот, показалось Так, ну что, давайте на этом и закончим, наверное На следующей серии уже пойдем в храм И будем смотреть там на результаты раскопок Что же они там такое раскопали И я думаю, вполне возможно, даже в следующей серии мы попадем в ад Ну, короче говоря, конец уже где-то близок Надеюсь, вам понравилось, увидимся С вами был Артур Всего хорошего, пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok